Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Nord Stream. Хочу рассказать о своей новой серии. Серия называется Skald. В принципе серия небольшая, в ней всего есть четыре модели спиннингов. Базово Skald входит в большую-большую такую концепцию Asgard Collection, то есть это Nord Stream топ. Про серию, коллекцию Asgard я рассказывал в видео на выставке, если хотите, посмотрите. А вот теперь хочу конкретно остановиться вот на этой модели, моделях именно Skald, чтобы рассказать, какая модель для чего предназначена, как ее лучше всего использовать, чтобы не делать грубых ошибок, купив спиннинг, вы не знаете для чего он вообще сделал. Значит, что такое вообще в принципе Skald? Skald это корейская сборка, это митсубишеские препреги Low Resign, то есть по сути это топовое, дорогое относительно удилище, которое позволяет его использовать максимально эффективно. В принципе вполне логичный вопрос. Зачем делать дорогие тычинговые палки, если есть, скажем так, Nord Stream Rebel, это бюджет, Nord Stream Dynamic 3, это, скажем так, такой средне-бюджетная модель. Для чего нужно еще дороже? Объясню. Дело в том, что в Rebel, в динамике третьем используется корейский препрег. И, ну там, в Rebel попроще, в динамике третьем подороже, но в любом случае Rebel мне пришлось сделать достаточно жестким для того, чтобы нормально прогнозировать рывок и как бы делать его уверенно и, скажем так, не просаживать приманку прерывки. Динамик третий, за счет лучшего графита, у меня как бы получилось сделать так, что палка немножко доводит сама, но при этом, скажем так, из-за того, что получилось так относительно мягкая вершина, мне пришлось сделать вот эту часть достаточно жесткую. То есть получилась, скажем так, палка чуть более быстрая, чем была бы в идеале для твичинга. Поэтому как раз Scald, это, скажем так, наверное, самая крутая дорогая твичинговая палка. Дороже делать смысл абсолютно не вижу, это уже будет перебор, просто для твича это не нужно. Поэтому останемся я всего лишь на четырех моделях, которые, по идее, закрывают практически весь диапазон твичинговой ловли. Общие характеристики. Спиннинги, в принципе, достаточно жесткие, но за счет хороших материалов они кидают относительно легко. То есть, да, когда мы работаем по самым низам, надо, наверное, немножко упереться, чтобы разогнать спиннинг и приманка полетел довольно далеко. Но это не то усилие, которое обычно требуется на более бюджетных вариантах. Дальше. Жесткость. Жесткость у них высокая, включая вершину, спиннинги среднего строя и позволяет, соответственно, достаточно уверенно как бы твичить практически во всем своем диапазоне. Вот начнем сейчас потихоньку расписывать каждую модель. У меня в данном случае самый легкий скальц это 682М с тестом 5.18. Для чего предназначен? Ну, в первую очередь это небольшие приманки, скажем так, от 5 грамм. 18 грамм он протвичит более или менее не самую упористую модель, но основной диапазон применения это, скажем так, 7, 10, 12, 14 грамм. Вот в этом диапазоне практически все воблеры могут быть нормально протвищены, уверен, без какой-то там провала или наоборот, без вырывания воблера из воды при чуть более резком рывке. Давайте посмотрим. Вот я повесил трикорольчик 67-й. В принципе, кто в курсе, знает, что этот воблер не сильно упористый. Вот. Весит он как раз примерно там 5-6 грамм, если мне память не изменяет. Посмотрим, как работает бланк вот именно этой модели 682 на своих низах. В принципе, считаю это важным, потому что в свое время, когда вот только начинал заморачиваться по твичингу, а это один из моих любимых вариантов рыбалки, вот. Очень часто получалась ситуация, когда ты дергаешь воблер, и воблер, в принципе, вылетает из воды, как пробка из бутылки шампанского. Несерьезно, неправильно. Даже на своих низах нормальный твичинговый спиннинг должен отрабатывать приманку, давая ей, скажем так, возможность свободной игры после. Смотрим. Вот заброс. Плетенки у меня здесь толстые, к сожалению, стоят. Как бы это немножко не тот формат рыбалки. Но в любом случае, полетело, полетело метров на 30 вполне. То есть, вот идет работа бланка. Если внимательно посмотреть, бланк сгибается, бланк отрабатывает. Да, если я совсем сильно ударю, вот. Что у нас получается? Да, в принципе, он идет и никого никуда не вырывает. Просто уже нагрузка перетекает дальше по бланку до середины. Про частотные характеристики спиннинга вы можете посмотреть. У нас там есть брекетч-тесты на канале. Вот. Скажу так, что их вполне достаточно для того, чтобы брать хорошую нормальную рыбу. Более того, после вот этих объяснений мы вам покажем кадры боевых рыбалок. Не только моих. Там ребята будут, наши спортсмены. Вот. Как на эти скальды ловили, какую рыбу ловили и вообще что с ними делали. Вот еще раз смотрим. То есть, абсолютно без напрягов низ работает. Естественно, провалов нет. Самое главное, что спинник не вырывает приманку из воды. И вот можно четко прям дозировать-дозировать рыбочек за счет вот этого идеально сбалансированного строя. Как я уже сказал, строй мы получили тупо потому, что использовали очень хорошие материалы. Комбинация митсубических японских припрыгов. Ну, собственно говоря, вот результат у меня в руках. Следующее назначение вот этого скальда, с чем он очень хорошо справляется. Это поверхность приманки. Сейчас мы вот снимем трикорол 67 и повесим туда, ну, наверное, давайте вот в макосин. В принципе, это локер. Не очень большого размера, но который там, скажем так, очень популярен. Он далеко летит, он хорошо играет и неплохо собирает рыбу с пространства. Вот сейчас посмотрим, как эта модель конкретно работает вот с этим вот в макосин. Вот он немножко пожеванный. Поймал несколько сотен, а может это и щук, не считал. Но, скажем так, проверенная рабочая моделька, которая реально работает. Значит, у него вес, если не ошибаюсь, примерно грамм семь или восемь. То есть это не самый-самый низ, но это как бы так чуть меньше серединки. Во-первых, полетит хорошо, а во-вторых, самое главное, как он будет делать эту елочку. Потому что, скажу сразу, не каждым спиннингом можно сделать хорошую и правильную елочку. Пошли смотреть. Я специально отошел от берега, чтобы видно было потом нормально проводку. Как и чего. Сейчас мы сделаем заброс и проведем его, как положено, правильной елочкой. Все, падение и пошли. То есть вот мы видим, в принципе, именно вершинка отрабатывает правильно. Она позволяет нам совершенно спокойно делать walking the dog. Да, там паузы я сейчас делаю не сильно большие, но как бы это уже на любителя. Самое главное, работа вершины. Ну и собственно, работа на разумный верх. У меня сейчас рука как Джеки 120. У него вес примерно там в районе 18 грамм. Вобер, кто знает, достаточно упористый. Ну и вот сейчас посмотрим, как у меня работает вершина на проводке. Дергать я его буду сильнее, чем надо в жизни, для того, чтобы ему показать, что ничего не валится. Да, это предел, это верх, но проводку можно делать совершенно нормально и спокойно. Смотрим. Смотрим на вершину. Смотрим на среднюю часть, она уже здесь, естественно, включается. Вот, но ничего плохого не происходит от слова совсем. То есть совершенно уверенная, уверенная, четкая проводка. Короткое резьме по этой модели 682М. Для чего? То есть мы можем ее использовать от самых небольших минушек и до более-менее таких уверенных 110-х, иногда даже 120-х воблеров. Это ловля на небольших водоемах, либо с лодки. Ну, не трофейной рыбы, скажем так, на мой взгляд, нормально, удобно. Ей будет брать что-нибудь до трешки, если в таких жестких условиях травы или коряк, чего-то еще. В более мягких условиях размер, конечно, не ограничен. Вот, очень хорошо показалась себе эта модель в Краснодаре. Ребята вот прям очень неплохо на них половили. Мощности было достаточно, чтобы выдать рыбу прямо из краснодарской лиманной травы. Вот она. Какая она звонкая палка. Просто каждое касание. Вот она. Уверена. Выпучил наконец-то. Хорошая поклевка. Что еще? Да, собственно говоря, наверное, при нее все. Это, на мой взгляд, базовая модель для тех, кто не ловит на воберы крупнее сотки-сто десятки. Это оптимальный выбор. Следующая модель, которую мы рассмотрим, это уже будет Scalt 702 MMH. Абсолютно дорогая теста. Сейчас расскажу. У меня в руках 702 модель Scalt 702 MMH с тестом 723. Ну вот, по сравнению с предыдущей моделью 682M, это земля и небо. Объясню. Если 682 рассчитан в первую очередь на такие легкие средние прибаночки, там вот аккуратненькие проводочки и прочее, прочее, там вот тайник в уголон провести, да, то вот 723, 702, он рассчитан в первую очередь такой на брутальный, хороший, уверенный твич. Специально я сделал такой тест. В принципе, этот тест закрывает практически все самые-самые основные твичинговые воблеры. За исключением дип-твича, об этом мы говорим потом, это еще не последняя модель, да. То есть вот вариант, что вы ловите твичем практически как бы на щуку, там, начиная от каких-нибудь 60-70, 80-к, в зависимости от веса, да, там, размера и упорости, и заканчивать, там, скажем так, макс-квадом с 28-м. Вот этот вот ваш вариант. Почему 7-ка, почему 702-я длина? В принципе, несмотря на то, что палка не сильно длинная, она кидает достаточно легко, сама, без большого напряга, начиная примерно от третьего теста. То есть вот 10 грамм махнула, но полетела. 7 грамм, да, надо немножко напрячься. Ну, собственно говоря, покажу. У меня трикорол, трикорол у меня 83-й, F, вес, что-то не понял, по-моему, грамм 8. Вот, если честно, ну, примерно вот в его, как бы, не зад, потому что трикорол еще и очень не сильно упористый. Смотрим, как работает спинник на забросе. Я беру, спокойно махну, да, я поднапряг немножко спинник, но полетела все равно уверенно и довольно далеко. И вот мы начинаем проводку. Вот, естественно, никуда ничего не валится, это не за. Но при этом, соответственно, и вобер, как и в предыдущем варианте, никуда из воды не вылетает. При доволен, вот я сейчас даю достаточно резкие рывки. Вот, все хорошо. Видите, даже вершинка уже начинает так уверенно гнуться. Еще раз повторю, это 83-й трикорол, это не сильно упористый вобер. То есть, вот, прям дергаю достаточно сильно ударной техникой. Понятно, что рыбы я сейчас так здесь не поймаю. Вот, ну, видно, по крайней мере, как работает. У меня же вобер, это же дно пашет, но наверх не вылетает. Ну, собственно говоря, повесил 128 макс-фат. Вес там 21 копейками грамм. Кто ловил, тот знает, вобер довольно упористый. Вот, естественно, по забросу проблем не будет, потому что вся серия Scald, как и любая твичинговая палка у Нарстрима, она тестирована по весу вобер. А никак не по весу максимального заброса. То есть, в принципе, вот, если посмотреть маркировку, спинник с тестом 723 имеет мощность MMH. Это приблизительно реально можно кидать веса грамм до 30. Вопрос в том, что 30-граммовый вобер провести уже не получится. Поэтому 723. Кидаем. Парежу заброс. Пошел. Никаких проблем нет, никаких заваливаний нет. И сейчас я прям показываю ударную технику. То есть, вот, на ударке, которая, в принципе, для Макс-Клада применяется редко, но все же вдруг кому-то надо, вот, ничего, никуда не проваливается. Включается средняя часть. Включается средняя часть абсолютно нормально. То есть, у нас изгиб идет без провалов, что позволяет нам четко дозировать. Хочу сильнее, хочу послабее дернуть. Все равно никаких проблем. Связь с воблером присутствует практически всегда. Это вот вверх. Да, более мощные приманки я бы уже не ставил бы. Так, а это у нас уже, там что? Это у нас уже милляк. Вот. Более мощные приманки я бы уже не ставил, потому что я не смогу прогарантировать, что спинник ударной техникой их протвитчет. Но, скажем так, основные модели вот этих вот, там, крупных выборов, скажем, Рудро, Ререйндж, Макс-Клад, Борезонг, Вперед, с песней, работает. Причем Борезонг будет немножко тяжелее, чем его максимальный тест. Но, в принципе, как бы у меня получалось самоуверенно его дергать. Вот. Я думаю, что... Но дергать, правда, не на максимум. Борезонг максимум не дергает. Вот. Поэтому можно даже его. В принципе, это все, что я хотел сказать про 702-й ММАш-Скальд. Как бы вы уже поняли, брутальная твичинговая палка. Рассчитан на максимальный широкий диапазон именно вуглеров. Доловил. Ух ты! Блин, она в траве. Ну, давай-давай, Скальдик-Скальдик. Вот здесь. Ну, небольшая. Следующая модель. Это у нас будет 732-я. ММАш. И это абсолютно другая песня. Сейчас расскажу. Итак, следующая модель. Это Скальд 732-ММАш. С тестом 1028. Собственно говоря, если у нас 682-я модель. Она такая универсалочка. И подвечить, и подергать поверхностные приманки. 702-я модель. Это вариант, скажем так, брутального твича. То 732-ММАш. Это, скажем так, более мощная и более длинная версия. 682-я модель. То есть, что мы, по сути, имеем. Мы имеем модель, которая великолепно работает со своими низами. 10 грамм. Вот у меня сейчас здесь Трикорол ЖТ. 88-й наш. Очень мне нравится и по садачку, и по твичу работает. Вот. И, скажем так, его он забрасывает уверенно, хорошо, далеко. И, в принципе, даже не надо напрягаться при забросе. Показываем, как работает. Работает оно вот так. То есть, я махнул. Вот сейчас я вообще не напряг практически в спинник сам никак. Я махнул чуть-чуть, как бы, вот, просто ускорив его. Все, оно полетело. Рыбок идет четкий. Я прекрасно чувствую, что там происходит с вуглером. При этом, еще раз скажу, это самый-самый низ. То есть, на самом-то деле, лучше этот спинник использовать под несколько другие приманки. Вот. Опять же, сейчас специально сделаю усиленные рывки. Никаких проблем. Ничего, никуда. Не вылетает. Все чувствуется, а главное, все контролируется. Вот, собственно говоря, низа показал. Далее. Как и 682, эта модель очень неплохо работает с поверхностными приманками. Вот сейчас, наверное, кроме макосины ничего не покажу. Но поверьте мне, практически любой вокер, поппер в тесте спиннинга с ним будет работать нормально. Кстати, в отличие от 702, где, как бы, дергать поверхностные приманки не очень удобно. Вот, потому что слишком-слишком жесткая средняя часть. Показываю. Ну, вот опять беру свой макосинчик. Герои многочисленных битв. Вот, просто в этот раз у меня с собой в коробке нету более крупных именно блокеров. Здесь они особо, я думаю, будут не нужны. Хотя, как-то знаю. Собственно, вот я делаю заброс. Падение. И пошли вот писать, пошли мы выписывать елочку, выгуливать собачку. Так как угодно назовите. Причем, эти модели работают неплохо не только с вокерами, но и с попперами. В принципе, вполне нормально, адекватно можно дергать попперы. То есть, весь диапазон поверхностных приманок, кстати, включая, что самое интересное, и поверхностные краньки. Вот для этой модели вообще в ее тесте все очень-очень хорошо. Елочка пишется. Мы все посмотрели. Это работает. Понятное дело, что вот сейчас даже я использовал вокер, который весит меньше, чем тест. У меня нормально получилось его закинуть и провести. Естественно, для нормальных тестов вокера все будет намного дальше, лучше и удобнее. Ну и, собственно говоря, вверх по тесту. 128-й поинтер. 128-й поинтер это очень упористая приманка. Как бы все знают, что если вы хотите ловить на болезонге, на максквады, рейнджи и прочее, и прочее, достаточно спиннинга до 23 грамм, то поинтер, машинка посерьезнее, он очень упористый и требует определенной проворки. Поэтому спиннинг должен быть пожестче. Вот как раз вполне логичный, скажем так, верх для этой модели. Это 128-й поинтер. С забросом, понятное дело, проблем не будет. Потому что, как и все твичевые палки, я уже повторял и буду еще повторять от греха подальше. Как бы эти спиннинги под твич оттестированы под приманку, а не под вес заброса. Именно под проводку на вобле. Вот, дергаю поинтера. Вот уже прям уверенно-уверенно его дергаю. Это такой проводки в боевом варианте не будет никогда. Но, на самом деле, поинтер так не голубит. Так ты вряд ли что-то на поинтер поймаешь. Но я это делаю исключительно для того, чтобы показать, что спиннинг держит даже вот такую вот изуверскую для этой приманки проводку. Но, собственно говоря, в любом случае, это его разумный верх. Кстати, есть еще одна такая приманка. Называется Близзонг Лонг Билл. Ну, пока альтернатив на этом рынке почти нет. Хотя, я скоро, надеюсь, очень сильно появится у Шакала. Мы уже работаем над этим. Но попробую сейчас показать, как работать с этим спиннингом. Я, на самом деле, на Лонг Билл, именно модели до 28 грамм, ловил. Ловил успешно. Видео вы увидите в конце. А, может, уже и видели, как бы. Это было в обучалке. Вот. Я покажу, как это работает, но сразу хочу предупредить. Лонг Билл на модели до 28 грамм, то есть на 732 мАш, можно проводить только достаточно мягко. Как только мы начинаем его бить, а, кстати, иногда это надо, вот там уже нужно что-то мощнее. Ладно, в любом случае, покажу сейчас, как на этой модели он работает. Вот наш Лонг Бильчик. Немножко, ну, правда, относительно новенький. Потому что ими я ловлю над корешниками, и отрываются они у меня регулярно, к сожалению, для кошелька. Вот. Ну, собственно говоря, в любом случае, сейчас покажу. Смотрим. 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 Ну, заброс, понятно, все хорошо, никаких проблем. А вот теперь показываю проводку. То есть вот, как только я начинаю его бить сильно, все, спинник начинает валиться. Вот позволительно, вот такая вот, ленивая, осенняя проводка. Так, Лонг Билл, моделью 732, вести можно. Ну, резюме, короткое, по этой модели. Если в 732 модели, такие 130, как были Зонг, Макс Кват, Ререйндж, Рудро, они были, условно говоря, практически верхом, и основные воблера все-таки предполагались к использованию размера там 100, 110, в зависимости от упористости, да, то вот именно унцовая модель, 28-ми грамм, это в первую очередь гип-твичинг. То есть, включая, собственно говоря, 128-ми грамм. Когда мы ловим на 130-е буратины, ловим уверенно, это основное, ну, а как бы там суточки, это уже что-то где-то вот иногда мы поставим, если чего-то как-то не приятно. Тихо, тихо, тихо. Нет, хорошее. Нет, хорошее. Это, на мой взгляд, наиболее универсальный вариант под 130. Касаемо длины. Если там 682-й, понятная модель, то есть это дальний забросок не нужен, приманки легкие, дальше все равно не полетит на любой длине. 7-ка это оптимальный вариант, на мой взгляд, для управления и прочего и прочего. То 732-й это, скажем так, вариант, когда нужно кинуть подальше. То есть можно было сделать, конечно, и 76-й, и даже 50-ку, но это же, я считаю, извращение. Пусть как бы извращенцы твичат 86-й. Мне неудобно, некомфортно. Я хочу получить максимально дальний заброс, ну, как бы в пределах теста, потому что понятно, что в Uber 28 грамм полетит довольно далеко. Но у него все равно есть свое ограничение из-за, собственно говоря, парусности. Поэтому вот 733-й в процессе экспериментов показал оптимальное соотношение длины спиннинга к дальности заброса. Именно в тесте до 28 грамм. Поэтому 73-й. Им можно кинуть далеко, и им, в принципе, можно совершенно спокойно твичат, рука будет достаточно меньше, чем это была бы там 76-я или 8-я. Вот. На самом деле, это один из моих самых любимых скальдов. Я его ловлю чаще всего. Ну, во-первых, из-за того, что он универсален. Хочешь поверхности, хочешь там вот... Даже ночного судака ловить. Вот. Но, конечно же, в первую очередь это вот 130-ки. Ну и последняя модель это 752-я Аш. Сейчас расскажу. Итак, у меня в руках последняя, четвертая модель серии скальд. Это скальд 752-я Аш. Ну, если коротко охарактеризовать эту модель, это брутальная убивалка. То есть, тест стоит, естественно, по воблеру. Вот. Мощи немерено. Естественно, за все надо платить. Спинник весит чуть-чуть больше, чем, скажем так, 732-й. Ну, вот. У меня сейчас сертей 3000. Обычно, наверное, простенький. Вот. С балансом, в принципе, ну вот. Вот, вот, вот. Все в порядке. Это с учетом того, что здесь у меня еще висит воблер. По воблерам. Значит, 12 грамм. Это его разумный минимум. Ну, вот, сто процентов могу сказать так. Даже подгружать не надо. Полетит само. Показываю. Далеко. Почему? Потому что эта модель в первую очередь рассчитана на ловлю, скажем так, на приманке, либо с большой лопастью, либо, скажем так, с большим объемом. То есть, понятно, что унцовка закрывает все 130-ки. А вот скальт, который у нас 752H, это в первую очередь рассчитан для приманок с большими лопастями или с длинными уже там 150-170 миллиметров. Вот это его основное-основное, как бы, назначение. Да, вот 12 грамм. Вот у меня сакуна висит, да, я, сказать. 12 грамм, в принципе, вот они пуляются. Пуляются легко, за счет того, что спинник чуть более регулярен, чем все остальные модели в Сириско. Потому что, когда ты ловишь на упористые приманки, да, иногда тебе надо сделать резкий удар, но в первую очередь тебе нужна очень четкая, четкий контроль над силой рывка. Потому что, когда лопата там, вот того же Болезонга Лонгбил или еще у кого-нибудь довольно большая, вот, чуть-чуть сильнее дернул, все, игра в облера не получилась. Я очень серьезное внимание удивляет этому вопросу, поэтому вот разрабатывал специально вот такой вот строй, который позволяет нам очень-очень дозировать рывку воблера, рывок воблеров при своем собственном режиме. Низа посмотрели, низ работает, ну, на мой взгляд, великолепно. Теперь покажу, собственно говоря, вверх. Я долго думал, что показывать. У меня есть воблеры с весом, там, 32-35 грамм, но это неинтересно. Потому что понятно, что все зависит, в данном случае, от лопасти. Поэтому я у себя нашел в загашнике очень-очень серьезный воблерок. Вот он. Это Мария 1DD-130F. Вроде бы какая ерунда, 130. Но смотрите, какой размер лопаты. Здесь лопатка такая, что этот вобер при твиче, плавающий вобер, спешку заметить, погружается примерно метров на 5. По крайней мере, я вот там загонял пятиметровую глину с одной я цеплялым. То есть, надо понимать, насколько этот воблер реально сильно упорист. Я думаю, что это будет прям вот идеальный вверх показать. Потому что вес его там небольшой, там вес примерно 25 грамм. Понятно, что спинник особо не напрягается, потому что его разумный вверх по воблеру 35, а так-то грамм 50 с ним работать можно вполне. Вот покажу вот эту именно ударную проводку, вот это вот супер-супер упористого воблер. Заброс. Видите, он, конечно, плоховато. Это не шакал. Затемули на глубину и пошли долбить. То есть, вот я специально вне боевой проводки усиленными ударами показываю, как 752-я модель справляется с очень-очень упористыми воблерами. Да, нагрузка чувствуется, но, в принципе, есть еще запасик. И вот про этот запасик мы сейчас и поговорим. У меня есть несколько прям подповерхных приманок, которые большие, тяжелые и упористые. Так вот, моделью Scalp 752H очень-очень хорошо их анимируется, не взирая на то, что они весят больше. Как я уже говорил, все дело в том, что тест стоит по воблерам, по упористому воблеру. Вот эти вот поверхности приманки, они не настолько упористые, а как бы 50 грамм этот Scalp King просто совершенно свободный. Итак, вот у меня в руках монстр. Я бы сказал, так вот, уверенно тяжелый монстр. Микки-160. В России у нас их никогда не было, но мне он в свое время от шакалов достался. Я его почти не использовал. Честно говоря, нечем было кидать, пока не появился вот этот Scalp. Весит он сильно больше 35 грамм, имеет очень упористую лопату, но все-таки это не глубинный воблер, поэтому упористый у него, условно говоря, условно. Ну вот смотрим, как он сейчас отработает. И, во-первых, как спиннинг будет забрасывать. Заброс. Ну, да, все нормально, пошел. Приводнение. Дальше обычно такие вещи ведут прямой провод. Вот, смотрим. Он сейчас идет на глубине примерно 30-40 сантиметров. То есть, очень-очень упористая, тяжелая приманка, сделанная японцами для ловли баса, у нас должна очень неплохо работать по щуке. По крайней мере, младший Микки Джер, который в свое время у Мироболов привозил в больших количествах, вот я прям очень уверенно использовал и для ловли щуку. Вот он. Ну и что касается 152-й модели, это еще не все. Дело в том, что я также очень-очень хотел, у меня, в принципе, получилось, чтобы именно вот эта модель очень хорошо работала с глубинными, крупными кранками. То есть, мы видим, что в прямую проводку он нормально тачит даже вот такого монстрика маленького, 160-миллиметрового, с упорной лопаткой. Скажем так, кранки с заглублением 4-5-6 метров работают на этой модели, ну, ура. То есть, резюме по 752-й модели H. Это начальные варианты гиртвичинга, то есть сотки и дальше. Это оптимальные, по, скажем так, своему тесту, работы со 130-ми, упористыми 130-ми, включая там поинтера, болезонга, лонгбилла. Это более крупные модели с большими лопатами. Это крупные бигбейты. И, соответственно, это глубинные, крупные кранки. То есть, все, что требует жесткости, но при этом правильного регулярного строя бланка, вот, вот использование с этим спиннингом подходит вполне. Ну, ты знаешь, похоже на то. Губки-то вот как ходят. Ой, хорошо. 35, но это по-квичу. Поэтому голова у меня 35, и плюс большой виброхлот. Свечка слабо. То есть, на самом деле, он получился очень универсальным. Именно тяжелый класс спиннинга, который не только твичит, но и, так сказать, кранки, и все остальное. На самом деле, даже включая вертушки, условно говоря, какой-нибудь лонг-маски-киллер. Или что-то еще из мэпс-ских моделей. Я гонял с маской-киллером. Это такая мета очень большая. И лонг у них был какой-то графит. Джанкиллер, если не ошибаюсь. Вот, вполне. Собственно говоря, на этом, наверное, проскальдо все. Больше мне вот так вот прямо сказать нечего. То есть, потому что все остальные отдельные случаи. Это надо разбирать уже, исходя из условий и прочего. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что будет возможность оценить их действие. Потому что я-то уже ловлю год на них. Тестирую, скажем так, все лучше и лучше в модели. И мне с мамой очень нравится. То есть, это пока это лучшее, что я сделал для твича. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ну, а мы поехали ловить рыбу. Немножко задрала мошка. И хочется что-нибудь на вечерней сутки поймать. Все. Всем пока. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова